Нужно просто внимательно посмотреть, какие нормы рекомендуются и связать это с вашими осадками в течение года. Если у вас 300 миллиметров в год все выпадает, то ни в коем случае никаких 6 миллионов вы, в принципе, не должны сеять, потому что не получится там что-то у вас нормально вырастить. И подумать еще над одним вопросом, таким, который все часто задумываются, что у нас, в принципе, урожайность в каждой зоне разная. И если учесть, что у нас каждая семья как минимум может дать один колос продуктивным весом, там, один грамм, чтобы для легкости считать, и сеем мы по 5-6 миллионов на гектар, должны получать потенциально по 5 тонн, по 50 центров. Но получаем 20, 30, там, 40, 50, ну, кто-то получает 60, молодцы, 70, 80. Да, вот те, особенно, кто сеет там 6 миллионов и получают 20 центеров, или там 40 центеров, да, подумайте, куда же все-таки это у нас деваются эти растения, на что мы можем повлиять, и стоит ли этих там лишних 2-3 миллиона, да, ну, или там миллион как минимум семян, которые просто не всходят, да, не всходят и являются не только конкурентами между собой, да. Если привести обычный пример с водичкой и семечками, да, то получается, что все-таки каждая семья у нас должно напиться, да, перед сходом определенный какой-то там объем веса воды взять в себя. И если у нас там это одна семечка, у нас количество воды, да, осадков, вы видели по графикам, лучше не становится, то, наверное, ей хватит. Да, если таких потребителей будет гораздо больше, там, сверх того, что у вас есть в поле, то, конечно, половина из этого не зайдет. И можете сами провести легкий эксперимент достаточно вот с такими семечками и водичкой, когда положите, вот мы взяли несколько чашек Петри, да, грубо говоря, в одну, в одни положили по там сколько вместилось, у нас вместилось там хоть как-то 45, в другую 30, да, и в третью 15. И налили везде одинаковое количество воды, там, по ГОСТу подскажите, вот сейчас не могу, да, вам сейчас то ли 3, то ли 4 миллиметра, да, сколько там нужно миллиметра. Вот, и мы видим, как повсходили семена, где было плотнее, да, грубо говоря, где было больше потребителей, я ограниченное количество воды схожестью стало 58%, да, где было, говорит, чуть меньше, как все семян, меньше потребителей схожесть уже выше, да, и где было совсем, они в раздолье жили, получили всхожесть 80%. То есть один и тот же партий, один и тот же сорт и так далее, и так далее, все одинаково, чашки Петри одинаковые, да, вода одинаковая, но вот количество, грубо говоря, потребителей на какой-то там площадь, да, решает как раз такие всхожести. И это главный как раз-таки некий элемент, что у нас, когда мы сеем в такой засушливый осень, в песок, там, в пыль, в порох, кто как это называет, очень важно, как быстро мы это, сходы получим, и какое количество все-таки это приведет. И уже, тут вижу, там проскакивает, одно и то же вы уже несколько лет показываете, действительно, ничего не меняется, и буду, как говорится, стоять на своем. Одна и та же, грубо говоря, всегда проблема. У нас перед севом у агрономов уже несколько лет дергается рука. Одна рука дергается, чтобы накрутить норму высева, да, вот напишите, у кого она так дергается, там, рука. А вторая рука дергается, чтобы заглубить поглубже, да, вот то, что мы там накрутили. И получается, что мы у нас, и потом это весь сезон, весь сев, это все катается, и даже туда никто не смотрится, потом какой-то дикий перерасход семян получается, дикий перерасход ресурсов. Мы заглоняем это все туда куда-нибудь на 7-10 сантиметров. Весной встречаем такие истории, что люди от земли, агрономы, знали все-таки такую, и специально так сделали, сейчас у них все хорошо. Но это какие-то единичные истории, у кого все хорошо с такой глубиной заделки. Да, потому что сами подумайте. Чем глубже мы сеем, да, возможно, мы где-то там эту влагу поймаем. Но, тем не менее, все, кто знает, у нас сходы появляются уже, скажем, либо после первого дождя, либо уже в декабре, в марте, да, в этом году многие получили. То, чем глубже мы сеем, тем больше, скажем, путь наверх, да, необходимо провестись нашему семье, молодому растению. Сейчас, там, кто-то я видел, там, из селекционеров проскакивал, скажите мне, какие самые популярные, скажем так, по генотипу сорта используются. Да, это в основном полукарлики и даже очень много карликов сейчас. Соответственно, это очень сильно влияет на длину калиоптиля. Да, та часть, которая защищает молодой проросток, молодой листик, да, вот каких механических, там, болезней и так далее, и так далее, пока она идет. Калиоптиля, если мне не извиняет память, она мне не извиняет, средняя генетическая у нас, там, 4,5 см. У короткостебельных сортов, да, у карликов она доходит до 2,5 см. И вот мы загоняем такие вот сорта с низким, скажем, 4, либо там, 3 см с калиоптиля куда-нибудь на 7. Они, естественно, начинают там когда-нибудь сходить. Это все начинает время пробиваться, калиоптиль заканчивается, поканчивается, почва сухая, подготовка почвы, там, остатки растительные, листик мягкий, да, без калиоптиль начинает упираться в какие-нибудь вещи, да, камушки там и так далее, какие-то чемоданы, которые засохлись через лето. И начинает закручиваться, и мы теряем густоту. Зачем селить? Опять же, да, мы теряем потенциал урожайности, просто вычищая какие-то лишние растения. Второй момент – это, естественно, да, количество или, ну, скажем так, подготовка самого материала. Потому что сейчас, чтобы, да, так не говорю, что это где-то в последней инстанции, говорю, что нельзя сеять на 7-10 см. Все-таки случаются сценарии, да, я согласен, что, ну, приходится. И это действительно вынужденно. Тогда все-таки приходится, да, и выхода другого мы не видим. Все-таки важно понимать, семя, да, запас ее энергии всходов не безграничен. Пока не раскроется лист зеленый, да, корневая система зародышевой не будет работать, и никакие микросистимуляторы также не помогут там продлить жизнь растению, да, которое всходит. Поэтому, если мы сеем глубоко, стараемся очень хорошо подготавливать семенной материал. Берем максимально там очищенные, максимально высокой массой тысячи зерен, чтобы у нас было больше эндосперма, да, чтобы было это хоть какие-то там лишние дни по всходам нам добавили. Это основные выводы, которые уже не первый год, как истинно. Те, кто сеют на 5, на 6, да, им страшно, ну, а кому в агрономии не страшно, да. Потом все равно дожидаются нормальных всходов, получаются всходы ровнее, одинаково с теми, кто сеял на 7 и 10 сантиметров. Но количество растений гораздо, да, на гектар у них выше. Поэтому подготовка семян, ну, сам именно семенного материала один из важных частей. Книсовские данные уже им сто лет в обед, уже давно доказано, что все-таки масса тысячи влияет на лабораторную схожесть, да, чем мы видим выше масса тысячи, чем выше лабораторная схожесть, а лабораторная схожесть непременно влияет на полевую. Поэтому вот как раз-таки подготовка семенного материала, да, не по остаточному принципу, а все-таки необходимо это делать. Можно вот здесь уклиниться, поставить все-таки коммерческий небольшой. Значит, все-таки, опять же, нужен контекст опыта, в котором ставились вот эти вот полученные эти данные. Просто мы неоднократно просматривали ситуации, когда, например, что если у нас низкая масса тысячи, есть шанс, что, ну, велика вероятность, скажем так, что были какие-то проблемы в производстве, например, да, то есть либо это не выполнено. Если зерно здоровое выполнено, то масса тысячи будет что 35, что 40, у одного и того же сорта та же самая генерация и так далее, и урожайность может не различаться. То есть надо разбираться, по какой причине была получена маленькая, в чем вот основание. Я просто, опять же, отвечая сто тысяч раз в день людям, которые покупают семена, да, по массе тысяч, какую норму выбрать, все это перевести в килограммы и так далее, да, я вижу, что один год у меня сорт может иметь массу 1032, другой год он может иметь 42 в одном и том же сорте. Да, этот признак сцеплен там, ну, то есть это сортовой признак, скажем так, да, но он очень сильно зависит от погодных условий. И я понимаю, что мы и опыты такие ставили, что ориентироваться исключительно на высокую массу тысячи, вот огульно, тоже не стоит. Все-таки надо пойти и посмотреть это зерно. Если оно здоровое, выполненное, хорошее, стекловидное, там, я не знаю, вы знаете хозяйство, что они его удобряли, защищали и так далее, да, то здесь ориентироваться на голую цифру массы тысячи огульно не стоит. Вот тут надо разбираться, в чем была вот эта причина. Все верно. Я говорю просто как за сам тренд, да, что все-таки там брать, именно важность использовать подготовленный семенной материал. Безусловно, безусловно. Подготовленный, здоровый, все. Чтобы было там, я понимаю, что масса тысячи может там гулять вверх-вниз, да, но если мы понимаем, что там масса тысячи 37, и мы сдали там на анализ фитоэкспертизы семян там в Россельхозцентр либо еще куда-то дам в Сингенту на крайний случай, да, там тоже делают схожесть, да, и там схожесть нормальная, болезней нет, то почему бы не использовать такой семенной материал, да. Поэтому вот важность именно в таких условиях осени, да, когда мы боремся за одно растение, как одно семя, одно растение, да, по факту должно получиться у нас, потому что ошибиться нельзя. Посеем много, начнут конкурировать между собой. Посеем мало, не добьемся потенциала. Поэтому вот эта важность подбора нормы высшего сорта, да, и семенного материала очень влияет как раз-таки на финальный результат. Да, есть просто сорта, у которых изначально, в принципе, масса тысячи ниже, чем в среднем по больнице, да. Есть такие сорта, и это всегда как-то может, это смущает всегда эконома. В общем, совет, если вы покупаете высокие репродукции, да, или вы производите, пойдите, посмотрите на это зерно. Вот просто, пойдите, посмотрите на это зерно, не знаю, возможно, есть ли какие-то там сертификаты в схожести, проверьте, да, и это все поймется. По, был вопрос, мы где-то задавали в одной из групп агрономических, да, по-моему, я видел, Таракановский, Анатолий писал, по-моему, у него, что все-таки там интересно. Много не написали, конечно, да, но написали почему-то всем интересно, как расшифровывать вот эти результаты фитоэкспертизы семян, которые сейчас получают. Понятно, что сейчас у кого-то уборка, у кого-то уже она закончилась, да, и сейчас как раз-таки вопрос подготовки именно семенного материала, куча, скажем так, я возьму такой людочек, да, но это такая, мой, собирательный образ лаборатории, который делает сейчас в хорошем плане, да, это слово, такой анализ. Вы знаете, уже давно Сингента это ведет в Сколково. И как это все-таки там смотреть. По-моему, пишут очень много, что вам необходимо там все применить туда, начиная от каких-то там молибденов и что-то там, вытяжки из водорослей и так далее, и так далее. Иначе никак. Тоже так же давно все просчитано. Вот как написано критические значения патогенов, которые действительно будут как-то влиять. Вот фузариоз, да, основной, в принципе, на что нужно обращать внимание, именно он будет сильно снижать нашу полевую схожесть. То есть до 5%, скажем так, это, ну, критично, да, но на скорость полета пули будет не сильно влиять. Но при повышении фузариоза там каждый процент у нас будет отниматься еще процент полевой схожести. Если у нас накоплены там какие-то аспергилы, пеницилы, там, альтернарии, все вместе, ну, как говорится, этот комплекс, больше 30%, можно так прям посчитать на пальцах, это еще минус 2%. По выбору обработки семян, да, вот Денис попросит спрашивает, или о прикатывании. Какой там продукт? Я отвечаю. Да. Продукт все-таки по... Можно ли выбрать продукт по семян, по данным по фитоэкспертизе семян? Ругать там меня или нет, я все-таки вижу, что все-таки рынок продуктов для защиты семян настолько у нас сильный, да, препаратов, что, наверное, всю семенную инфекцию у нас легко может побороть там чуть ли не каждый второй, а то или первый. Поэтому вся семенная инфекция у нас, грубо говоря, контролируется какими-нибудь триазолами, тем же самым там Тебу, Пропика и так далее. Плюс-минус остановка в эффективности я не сильно вижу. Другой вопрос, фитоэкспертиза почвы, да, еще, потому что мы все прекрасно понимаем, что где-то плюс-минус 30% заболеваний и проблем у нас находятся на семенах, внутри семени, на семени, да, с чем можно, в принципе, справиться, там, снизить до какого-то момента триазольной группой. А вот все, что у нас находится остальное, да, микрофлора, да, скажем так, хорошая и плохая, и там их взаимодействие находится у нас в почве, то есть с этим уже сложнее, и обычные, скажем так, многокомпонентные препараты, извините, которые сейчас здесь и всюду, и что-то там у них в конце, в каждой действующей части написано «азол», то здесь они, конечно, бессильны, да. Это я говорю за трех-четырехкомпонентные препараты, которые в действующем веществе являются по факту один-триазольная какая-то группа. Поэтому здесь нужно внимательно. Фитоэкспертиза семян в этом сезоне, да, посмотреть на всхожесть, да, посмотреть на этот. С юга там, да, и вопрос «были дожди в мае», можно выбрать партии, которые как раз-таки не попали под волну фазариозов. Это тоже хороший элемент, да, выбора партий, который нам нужен. Но, тем не менее, как-то там операция на 100% только под фитоэкспертизой семян на выбор препарата для защиты я бы не стал. Лучше смотреть это в комплексе, понимать, если вы можете, закажите фитоэкспертизу почвы, не знаете, у кого, догадайтесь, у нас это работает уже не первый год, можем посоветовать. Вот, и второй момент как раз-таки мы все-таки, если вы покупаете партии высоких репродукций, советуем их брать в профессионалов, да, у тех компаний, которые знают, о чем говорят, это их работа, да, они каждый день это делают, каждый год. И в этом сезоне пробуем, да, посмотрим, как пойдет, я думаю, пойдет хорошо, даем сертификат качества от команды Ситке на именно обработку семян. То есть, если вы покупаете, в этом году вот вы видите список партнеров, которые вместе с нами, да, ОПА Халуч, Грейн Рус, группа компаний Эрзагра, Артель, да, КВС Рус, КВС Рус имеется в виду, это так, часть, которая продается сейчас, активно развивает гибридную рожь. Они используют препараты для обработки семян компании Сингента, да, и если по каким-то причинам у вас есть сомнения, столько ли вам доложили инсектицида от компании Сингента на ваши семена к выбранной партии, вы можете абсолютно спокойно запросить некий сертификат качества, да, семенная компания там свяжется с нами из этого списка, и мы еще проведем анализ в сертифицированную лабораторию, да, на количество действующих веществ на вашей партии и дадим некий сертификат от аттестованной лаборатории, кстати говоря. Поэтому если каким-то образом там есть сомнения, ну, хотя к этим компаниям обычно нет никаких сомнений, но тем не менее такой некий дополнительный, да, потому что стоимость семян в обработке обычно возрастает, да, и очень часто даже сами семенные компании этого делать не хотят, но вот если это кого-то поможет, да, мы верим, что такие вещи, да, мы как третья независимая сторона можем гарантировать, что именно там столько Селеста Максона не несено на тонну, там ни грамма больше, ни грамма меньше за то, что, кажется, вы заплатили. В общем, это такое небольшое вкрапление, что можно сделать, как выбрать семенный материал, да, из общего. Если в лучшем случае купить это семенный материал у профессионалов, да, если все-таки понятно, что каждый год это делать не будешь, у себя, пожалуйста, подготовить, очистить, да, как это возможно откалибровать, если это возможно, пыль убрать обязательно, да, потому что если мы там будем углубляться в процесс обработки семян, да, то пыль может у вас 16% препарата, который вы наносите, да, просто на себя абсорбировать и куда-то упасть на дно бигбега и не дать ей никакой эффективности в поле. Поэтому калибруем, чистим, делаем фитоэкспертизу семян, подбираем те партии, которые нам нужны, и идем с такой полной уверенностью. Субтитры создавал DimaTorzok